Мы являемся обманутыми дольщиками кредиторами ООНТЭК, находящимся по адресу город Саратов, улица Горького 1. Обращаемся к генеральному прокурору Российской Федерации Краснову Игорю Викторовичу с просьбой помочь нам в решении нашего вопроса. На этапе строительства нами были приобретены доли в ООНТЭК, который являлся генеральным подрядчиком застройщика ООНТЭК. В результате длительных судебных разбирательств ООНТЭК и ООНТЭК были признаны ванкротами и ликвидированы. Наши требования были включены в кредиторы ООНТЭК. Члены ООНТЭК были включены в реестр региональных обманутых региональных дольщиков. Вот тут все собранные люди ждут своей квартиры от 20 до 15 лет. Вот я вот лично жду уже 16 лет эту квартиру. И не знаю, дождусь я ее или не дождусь. Нигде нас, ни на какие совещания по обманутым дольщикам нас не приглашают. И вообще как будто нас вроде и нет. Мы обращались в прокуратуру Саратовской области, в ГУВД, в УВД, в министерство, к депутатам. Мы обращались везде, где можно в рамках Саратова обратиться. Даже Путину на прямую линию тоже записывали обращение. Квартиры в этом объекте строительства мы с супругом приобретали еще до рождения у нас ребенка. И не так давно с ребенком, проходя мимо этого дома, он был не в курсе, я ему показала на объект и сказала, что вот здесь, сынок, у нас есть квартира. Он говорит, ну а я даже не знала об этом. Я говорю, ну потому что она куплена больше 10 лет назад, поэтому ты, соответственно, не знал. Он говорит, а почему мы здесь не живем? Я говорю, ну потому что вот так вот возможно, что люди могут отдать в нашей стране порядка 3 миллионов рублей и нигде не жить. И никто в этом не виноват, никто в этом не заинтересован, нет виновных, ну ничего не происходит. Вот я тоже хотела бы обратиться к генеральному прокурору Российской Федерации, чтобы они объяснили нам все-таки, как так может произойти в стране, что люди 10 лет назад могут вложить деньги, и никто ни в чем не виноват, никто не несет никакой ответственности, и этим людям никто ничего не должен. Мой муж, мы давно уже купили, 10 лет ходили по судам, доказывали что-то, и сколько расходовали денег. И вот ждали, ждали, а когда мы купили, дом прям был готовый, заселяйся живее. А потом все вот разбомбили, и он не дожил, умер. Так что вот видите, какие несчастья. Столько лет, 2 миллиона мы внесли и не дожил. Так что вот это вот несчастный дом, несчастный. Мы видим ярчайший пример рейдерских захватов строительных объектов в городе Саратове, которые сопровождаются огромными проблемами для жителей, вот в частности тех, кто здесь представлен. Таких объектов достаточно много, и это можно смело сказать, что все, что происходило, происходило при прямом участии правительства Саратовской области, соучастии. И в частности, министерство строительства Саратовской области, поскольку они были как участниками строительного рынка, регулирующей организации, так и участниками в нашем деле о банкротстве. Они были участниками дела о банкротстве. И поэтому знали всю историю с самого начала. Но никаких мер не было принято. И в результате мы видим то, что мы видим. Объект разрушен из готовности в 90%, какой он имел 15 лет назад. Мы видим то, что он практически уже непригоден, можно сказать, для эксплуатации. И те, кто его захватили, я это так называю, не хотят платить дольщикам, точно так же, как и не хочет платить правительство Саратовской области, виновное в этой истории. Мы обращались с предложениями выплатить всем участникам. Но к настоящему времени даже ответа на это обращение нет. Когда и каким образом они собираются это сделать. Касаева Татьяна Викторовна, депутат, которая была закреплен за этим домом, обещала нам всяческое содействие и помощь. Но ее действия ограничились тем, что они нашли инвестора, продали часть этого дома полностью, непонятно куда делись наши доли. И теперь он разрушает этот дом и ведет новое строительство. Чтобы не платить предыдущему застройщику, они решили, как я это вижу, поменять контуры объекта. Поэтому снесли пристройку, здесь имевшуюся трехэтажную, вы видите, стены обнаженные. И собираются сделать другой по контуру объект. Ну и плюс ко всему, видимо, надстроить его. Еще пару этажей, как у нас принято в таких случаях. А в результате, по их логике, появится другой объект, за какой они не должны платить предыдущим инвесторам. Вот таким образом они пытаются уйти от ответственности за выплаты предыдущим инвесторам. Когда мы приобретали в 2005 году этот дом, нас от заселения в этот дом отделяло 6 месяцев. Мы ушли на съемное жилье, дочь с семьей ушла на съемное жилье, и мы теперь 16 лет мотаемся по этому съемному жилью. В этом доме был лифт, металлические двери, котлы, пластиковые окна, прекрасное офисное помещение перед домом, который сносят. И сейчас фактически ломают наши деньги и наши жизни.